Можно ли стерилизовать кошку во время течки? Люди часто не хотят заводить кошек и предпочитают котов, опасаясь нежелательного потомства. Действительно, никому не нужны котята, особенно если они беспородные, могут стать серьезной проблемой для хозяина. Вероятность пристроить их очень мало, особенно в больших городах. Самый простой выход – лишить питомицу возможности беременеть и иметь детей. Для этого необходимо оперативное вмешательство. Оптимальный возраст для вмешательства. Любители животных часто задумываются о том, можно ли во время гуляния стерилизовать кошку. Лучше всего делать это как можно раньше. Например, рекомендуемый возраст – 8 месяцев, 10 месяцев, 1 год, 1,5 года. Крошки легко переносят стерилизацию, осложнения бывают нечасто. Выполнив процедуру в 8 месяцев, хозяин гарантированно решит. Проблему нежелательной беременности раз и навсегда. Однако владельцы животных часто боятся, что слишком раннее вмешательство может навредить неокрепшему организму. Эти опасения безосновательны. Если кошка здорова, никаких проблем возникнуть не должно. Главное – соблюдать все рекомендации лечащего ветеринарного врача. Важно! Сложные роды гораздо более опасны для молодой самки. Чем моложе животное, тем проще оно перенесет действие наркоза. Можно ли стерилизовать во время течки? Течка – это период, когда животное начинает активно метить территорию. Просит выпустить ее на улицу. В это время хорошо гуляется даже самым домашним кошечкам. Ждет близости с самцом. Ощущает нарастающее половое возбуждение. Готовится беременеть и рожать. Хозяева часто стараются планировать стерилизацию именно на это время. Однако у этой теории есть немало противников. Мнение ветеринаров на вопрос, можно ли стерилизовать кошку во время течки, эксперты отвечают по-разному. Большинство специалистов дают отрицательный ответ, потому что в этот момент велик риск кровоизлияния во время операций гормональных. Сбой послеоперационный период. Однако квалифицированный хирург ведет все риски к минимуму. Важно, сделать операцию один раз в жизни намного безопаснее, чем каждый год рисковать здоровьем и жизнью питомицы при родах. Возможные риски. Если на вопрос, можно ли делать стерилизацию кошки во время течки, ветеринарный врач ответит положительно, он обязан объяснить хозяину. Все возможные риски. Значительное увеличение матки затрудняет ее правильное извлечение из тела животного. Стерилизация и течка могут сильно ударить по иммунитету, если животное изначально ослаблено или имело хронические болезни. Если проводить процедуру во время течки, можно спровоцировать обострение у кошки гинекологических болезней. Операция во время течки нежелательна. Стандартная стерилизация во время течки. Стандартная процедура по удалению матки проводится во всех ветеринарных клиниках. Правильная подготовка сводит все риски к минимуму. Начинать приготовление рекомендуется как минимум за две недели до предполагаемой стерилизации. Подготовка к операции. Чтобы правильно подготовить питомицу к медицинскому вмешательству, необходимо сдать анализы крови, дать общий анализ мочи, пройти осмотр кардиолога и сделать ЭКГ, особенно если животному 7-8 лет, сделать УЗИ по показаниям. При обнаружении каких-либо отклонений от нормы операция будет отсрочена. Внимание! Перед проведением манипуляции нужно провести внеплановую обработку от глистов и вакцинацию от бешенства. Данные об этих процедурах заносятся в ветеринарный паспорт животного. При отсутствии этой информации кошку могут не допустить на операционный стол. Техника проведения кастрировать самку можно в первые два дня с момента начала течки. Животному делают разрез брюшной полости, иссякают и удаляют матку, а потом накладывают швы. После этой манипуляции кошке нужно будет долгое время носить попонку для профилактики инфицирования швов. После операционный период после стерилизации основная задача хозяина – обеспечить кошке покойнее и выпускать ее на улицу. Также животное следует беречь от резких перепадов температуры и умеренно кормить, потому что обильная пища может спровоцировать рвоту. После операции животное может чувствовать озноб или тошноту и внимание. После операции животное может вести себя агрессивно или, наоборот, вяло. Так проявляется отсроченное действие наркоза. Волноваться не стоит, это явление быстро проходит. Когда лучше стерилизовать кошку? Идеальное время для вмешательства – период, когда первая течка уже прошла. Это время может варьироваться для разных пород. У кого-то половое созревание наступает уже полгода, а у кого-то – не раньше 10 месяцев. До первой течки стерилизация лапароскопическая и стандартная, если хочется провести операцию как можно быстрее, не дожидаясь первого цикла, лучше выбрать лапароскопический метод. В брюшной полости выполняется прокол, в него вставляют чуб с видеодатчиками, иссякают яичники и заклеивают швы, не зашивая их. Уже через 2 часа после вмешательства животное может ходить, носить попонку не обязательно. Важно! Стандартный метод более болезненный, а восстанавливаться животному тяжелее, потому что данный метод предполагает выполнение разреза в брюшной полости. Стерилизация после течки, когда начинать, если первая течка только что закончилась, лучше планировать оперативное вмешательство примерно. Через неделю после окончательного завершения этого периода. В этот период наступает стабилизация гормонального фона, поэтому у животное хорошо переносит медицинское вмешательство. Преимущества стерилизации Удаление матки у кошки операционным путем имеет много преимуществ, например, защита от нежелательного потомства, увеличение продолжительности жизни животного, улучшение характера у кошки, нормализация гормонального фона. Но самое главное, кошечка начнет вести себя спокойнее и не будет проситься гулять. Это особенно важно для хозяев, которые держат домашних животных в больших городах, где нельзя оставлять домашних животных надолго без присмотра. Для того, чтобы животное благополучно перенесло кастрацию, кошку нужно правильно готовить к медицинскому вмешательству. Это поможет избежать серьезных послеоперационных осложнений и психологических стрессов. Если все прошло удачно, кошке как минимум в течение месяца необходим хороший щадящий режим. Тогда она быстро восстановит физические силы и окончательно поправится. Продолжение следует...